Сегодня мы обсуждаем, как благотворительность может сочетаться с бизнесом. Вопрос довольно тонкий, потому что эти два вида деятельности, они несколько разнонаправлены. С нами сегодня Анастасия, и мы будем обсуждать эту тему с ней. А почему они разнонаправлены? Если, так сказать, упростить, то бизнес – это про то, как брать. А благотворительность – это о том, как давать. Как бы процессы разнонаправлены. И давайте обсудим, может ли благотворительность стать очень полезным инструментом, и не только инструментом, но и видом деятельности для тех, кто занимается бизнесом. И как сделать так, чтобы это противоречие, наоборот, не портило и то, и другое, что тоже нередко случается. Анастасия приготовила ряд вопросов, и мы начинаем. Да, я хотела бы узнать, выгодна ли благотворительность для бизнеса, не будет ли это тратой денег лишних с точки зрения бизнеса? Ну вот, как совершенно верно вы заметили, и я сразу сказал, что неправильно используем, как бы если неправильно этим пользоваться, то она не только может быть потерей денег, она и может быть, ну, вызывать раздражение у потенциальных клиентов. То есть, если клиент почувствует какую-то, то, что называется, замануху, обман, неправду, показуху, это только испортит репутацию бизнеса. Поэтому нужно очень тонко подходить к выбору инструментов, средств и каким образом вы это подаете. Вот. И мы сейчас это можем более подробно, наверное, обсудить. У вас еще вопрос? А является, точнее, не является ли это такой роскошью для богачей, скажем так, таких как Билл Гейтс? Выгодно ли это? Вот. Вот в том-то и дело, что совершенно не является только для богачей. Это, в принципе, если мы вот тут говорим о бизнесе, это очень полезный инструмент, как с точки зрения репутации бизнеса, так и привлечения новых клиентов. Я вам приведу пример сразу, чтобы было ясно. То есть на мельчайшей шкале, когда там продажи копеечные, как связь с благотворительностью может поднять бизнес. Например, талантливая девушка увлеклась изготовлением бижутурии. Но бижутурию продать непросто. Сейчас Алиэкспресс просто, ну, там чего только нет. Копеечный. Да, то есть конкурировать с этим очень тяжело. А у нее есть чувство прекрасного и прочее. И она на этом же Алиэкспрессе покупает, скажем, много различных составных частей, технических частей сережек, крепления, какие-то искусственные камушки какие-то. Ей доставляет это огромное удовольствие. И действительно появляются оригинальные штучные, так сказать, вещи. Есть сайты такие, как Etsy, где выставляют свои рукодельные вещи. Там удобная платформа для их продажи. Ну и что происходит? Естественно, никто у нее ничего не покупает. На этой Etsy еще она и платит деньги за рекламу. Ну вот вам и гибель прекрасного начинать. И тут появляюсь я со своими консультациями. Девушка любит животных. И часто в своем Фейсбуке организовывала пристроить котенка, пристроить собачку. Ну и я ей объединил это две страсти. Я предложил и составил ей объявление, где написано, что осуществляется как бы ярмарка или там продажи рукодельных украшений, которые она сама сделала. И там 30% идет на поддержание приюта для животных. Помогите кошечкам. Во-первых, ее уже знали как человека, помогающего кошечкам. А страсть к украшениям и страсть к помощи кошечкам у женщин часто идет вместе. Причем вот такая страсть помогать кошечкам и собачкам и именно интерес к бижутурии обычно – это относительно молодые женщины. Хотя это бывает и… Но есть такая вот глупая теория, что пожилой женщине неприлично одеть ненастоящие серьги с бриллиантами. Даже Стваровского неприлично, а прилично только настоящие. Но это скорее наша психология советская, там вот этих 70-х, 80-х прошлого века. Сейчас, в принципе, прилично одеть все, что тебе идет и тебе хочется одеть, вне зависимости от возраста. Но есть такое, что более пожилые женщины, они чураются бижутурии. А молодые как раз очень любят это все. И вот и получается, что, кроме того, я сказал установить цены не в соответствии с рынком Алиэкспресса, где вы не можете конкурировать с этими sweat shops, да, где там сидят тысячи китайцев и штампуют эти штуки или их штампуют вообще на конвейерах. Я говорю, надо провести соответствие между заложенным, как бы вложенным тобой трудом и творческим потенциалом. За это брать деньги, а не за сам материал и то, что ты его соединил. А если, соответственно, ты тратишь, скажем, час или полчаса на каждое из украшений, то это должно быть 10-15 долларов. То есть, ну, не 2 и не 3, как это можно иногда купить на Алиэкспрессе. 15-20 иногда. Плюс эта благотворительная составляющая объясняет, почему это дороже. Потому что, соответственно, это идет на помощь кошечкам. То есть, ее Facebook имел очень много друзей. И именно их объединяла вот эта забота о кошечках. А когда она, как бы, объявила о том, что она делает это самое, она как будто бы перевернула. То есть, ее начальная цель с украшениями была делать украшения и их продавать. А кошечки были отдельно. А здесь она это сделала, что вот я решила сделать что-то такое, чтобы эффективнее помогать кошечкам. И те, у кого не было повода давать на кошечек, легко стали покупать эти украшения. Еще женщина, да и любой человек, испытывает легкое чувство неудобства, когда он что-то себе покупает, то, что не является абсолютной необходимостью, даже за небольшие деньги. Существует какой-то барьер. Ну, красивые сережки. Ну, у меня уже 50 сережек. И ну, что, что красивые? Нет, я хочу. Нет, я неудобно. Ну, не буду. А когда мы снимаем с человека вот это препятствие, потому что, ну, для кошечек это дело святое, понимаете? То есть, это очень тонко психологически. Но, так сказать, то есть, дело пошло. А, и, в принципе, это вот история успеха. А расскажите какой-нибудь свой опыт благотворительности в прошлом, в настоящем. Мне кажется, зрителям это будет очень интересно. Да, конечно. То есть, я практически во всех случаях, когда я занимаюсь этим, ну, во-первых, я установил, что делать хорошее доставляет огромное удовлетворение. Вот. Кому-то и что-то. Поэтому обязательно, что бы я ни предлагал, я стараюсь выделить какую-то часть своего сервиса, которая будет бесплатна. И чаще всего без всяких условий. Не то, что если вы там возьмете у меня это, я вам дам это бесплатно. А именно, что вот берите бесплатно. Но вообще еще я делаю и что-то еще. То есть, расчет здесь, ну, во-первых, реально кому-то помочь без этих ниточек. То, что мы по-английски говорим, no strings attached. А с другой стороны, получается, что когда вы что-то предлагаете полезно и бесплатно, то внимание к вашему кампейну в разы, естественно, выше. И вот это успешное как бы сочетание, что вы что-то предложили, к вам обратились, этими воспользовались и остались довольны, оно не просто выше, а в начинающемся бизнесе у вас может не случаться вообще этого. Вы будете сидеть, как сыч, там на своем сервисе или товаре, и ничего не будет происходить. А именно эти взаимодействия и рождают то, что называется счастливые возможности, когда человек перейдет от того, что вы предлагаете бесплатно. Есть у людей врожденное чувство благодарности и нежелание быть должными. То есть, если они что-то получат от вас бесплатно, они могут у вас что-то купить, чтобы не чувствовать себя обязанными вам. То есть, здесь вступает тоже такой целый спектр тонкой психологии. Если вы тот же самый сервис предложите только, если они возьмут что-то еще и так далее, вы все этим испортите. Следовательно, надо предлагать такой сервис, который либо вам очень мало стоит, либо вам почти ничего не стоит. И в виртуальном мире это становится все проще и проще. То есть, всякие вебинары, где можно запустить сколько угодно людей. Кстати, бывает, что они не будут пользоваться тем бесплатным, что вы предложили, но придут к вам именно заинтересовавшись этим. Люди любят все, что бесплатно. Ну да, вот примеры вашего бизнеса – это там. Розыгрыш фотосессии. Особенно хорошо, когда у вас два каких-то сонаправленных или хотя бы отдаленно близких бизнеса. Ну вот Анастасия, она шоколадки делает и фотограф. Значит, здесь можно выбирать. Всем участвующим в фотосессии – нет. Как бы это сделать, так? Как бы это сделать, да? То есть, ей дорого делать бесплатные фотосессии и дорого раздавать всем шоколад. Она не может сделать и то, и другое. Ну, надо подумать. Да. В один голос. Потому что вместе с фотосессиями у нее уходит куча времени и усилий. Плюс это повредит ее платным фотосессиям. А с шоколадом там просто, ну, во-первых, она не может производить этого шоколада тонны, выходя с предложением всем бесплатную шоколадку. Значит, надо что-то еще придумывать. Возможно, что она реально может сделать. А, вот что она может сделать. Мастер-класс. Либо потому, либо потому. И привязать это, допустим, она может учить фотографировать еду. Не просто еду, а вот именно вот типа шоколадки, там, мыло, там, это самое. Это, между прочим, очень сложно. Любой, кто занимался фотографией, знает, что человек тебе помогает с кадром. Он как бы становится естественным центром, и тебе не надо подчеркивать, что ты фотографируешь человека. Вот если вы смотрите на экран, ясно, на экране главное, на что надо смотреть, это я или... Ну, у Анастасии, у нее фон как бы блюри, то есть там больше не на что и смотреть, кроме как на нее. А у меня фон разнообразный. Это картинка моего бывшего кабинета в моем доме. То есть, но здесь совершенно ясно, что центром картинки, даже если я смещаюсь из центра, остаюсь я, да? Потому что я человек, а картинка второстепенна. А если вы начнете фотографировать какие-то предметы или прочее, вам надо будет их подчеркивать, чтобы было ясно, что вы хотите подчеркнуть и так далее. И это, согласитесь, это довольно... Можно построить на этом мастер-класс. Да, и тогда получается, что она получит одновременно интересующихся и фотографией, и шоколадом, если она, скажем, объединит это. И даст на том же Фейсбуке, что такого-то числа, в такое-то время будет бесплатный мастер-класс, лайф, то есть с интерактивным общением. И сделает это на Ютьюбе, скажем, через Зум, а потом выставит это на Ютьюб, и это будет у нее как стримы. Да? А во время стримов она может делать разные предложения тоже. Каким образом? То есть она сделает такую движуху вокруг себя. Дальше. Естественно. Если она присоединит какую-то благотворительность, скажем, выберет что-то, связанное с помощью детям, скажем, там, будет эти шоколадки сиротам дарить, или еще что-нибудь, или просто деньги соберется переводить, запросто берет и открывает в своем районе благотворительные организации и смотрит, к чему у нее лежит душа. Находит что-то, звонит им и говорит, вот я хочу вам жертвовать, да, там, ну, немножко. Можно сказать, фиксирую сумму. Вот. Я там делаю такие кампейны, разрешите сказать, что я буду жертвовать вам, и таким образом остальные тоже будут вам жертвовать. Они скажут, да, конечно. Ну, желательно, чтобы это было письменно или через имейл. Таким образом, у вас есть подтверждение, что вы используете их имя, секс и глаз. И тогда пошло-поехало. Даете объявление, скажем, приют для бездомных, там, детский дом, то, к чему у вас лежит, или те же кошечки. И устраиваете кампейн, где вы сообщаете, что 30% там или определенная сумма или постоянные пожертвования, не назначая сколько именно, идут туда-то. Причем переворачиваете, не делаете это мелким текстом внизу, а наоборот, как будто бы вы переворачиваете наоборот, и первое, что вы говорите, вот есть проблема, давайте все поможем. Я делаю там вот шоколад и фотосессии и жертвую деньги частично на вот эту вот самую. Вы можете использовать их видео, их привлекательные эти. Вероятнее всего, люди не пойдут обходить вас и жертвовать им напрямую. Они скорее, если решаться, особенно это, опять же, в первую очередь, свое уже знакомое с вами аудиторию на Инстаграме и прочее, они скорее обратятся к вам и сделают то, что вы предлагаете, а эта организация будет от вас получать небольшие пожертвования. Вот тоже получается как бы информационный очень хороший повод, особенно если ваш выбор будет резонировать с выбором вашей аудитории. Если вы там решите поддерживать каких-нибудь террористических повстанцев шоколадками, то, может, именно в вашей аудитории это не пройдет. А вот детки, кошечки, больные, ну, больные, понимаете, они дают... Вы им можете помогать, но они плохо сочетаются с тем, что развлекательны. Шоколад и здоровье. Допустим, шоколад с помощью больным диабетом, с ампутациями, ну, оно вызывает такой диссонанс когнитивный, да, что человек только... Ему даже неприятно будет, то есть они там болеют, а мы тут шоколад жрем. Тоже надо с умом выбирать, да, с умом выбирать. Окей. Еще вопросы? Так вы не рассказали о своем опыте. И что? Окей. Я так и сказал, как я уже об этом говорил. Как я начинал в Канаде? Я издал учебник медицинской терминологии, медицинского английского. Очень классный, такого здесь не было. Он на двух языках, английском и русском. Представляете, с упражнениями. И основа этого учебника ложится в основу курса медицинской терминологии. А приехал я и хотел вести, я сделал бизнес-эмиграцию и хотел как раз вести курсы подготовки к лицензионным экзаменам. Я напечатал тысячу этих учебников и прислал их через границу сюда. Тоже была головная боль, что хотели брать налог, завоз этой литературы, все с усилиями. И сделал объявление все на бесплатные курсы медицинского английского. И у меня стали собираться большие классы, где стали изучать медицинский английский в Канаде. Врачи, медсестры, фармацевты, да кто угодно. А послал я им преподавать не просто преподавателя, самого лучшего своего преподавателя именно с основных курсов. То есть вот тут тоже, это же была как бы акция, чтобы обратить их внимание на наши курсы, понимаете. И получается, что, кстати, в самой книге, как вы видите, последние страницы являются просто информацией о курсах. То есть неизбежно все, кто получит мои книжки, они имели всю информацию о курсах телефона. И еще более того, смотрите, на каждой из сотен страниц сверху написан написан «Субсидированные курсы в США и Канаде, бесплатная линия, в Европе и Израиле другая бесплатная линия». То есть невозможно не заметить, что основное мы предлагаем. Вот. И предлагаем самое лучшее. То есть такая собестоимость такого учебника была, ну, из-за того, что его в типографии издавали, была небольшая, ну, может быть, доллар или полтора доллара. А продажная его цена была 15 долларов. Если бы я его стал продавать, ну, продал бы я там 20, 30, 40 книжек, в лучшем случае. Так мы раздали всю тысячу, естественно, довольно быстро. Мы наводнили специалистов, во-первых, нашей маркой. Название курса было моей фамилией, Кригер. Во-вторых, нашим значком. И информация о наших курсах. Мы смогли продемонстрировать нашего лучшего, даже двух лучших учителей. Вот. И на первый курс у нас были хорошие числа записи, но потом уже не связано с этой акцией. Кто-то из конкурентов сделал черный пиар против нас. Мы еще не успели начать курсы, а уже все, кто записался... А вот, кстати, даже вот красная часть, видите, подготовка к лицензионным экзаменам. И эти курсы не пошли. Было плохо. Но это не значит, что то, как мы организовали, было неправильно. Понимаете? Возможно, если бы мы тише входили на рынок, мы бы меньше перепугали всех. И нам бы удалось уже конкретно провести несколько курсов. И тогда черный пиар, который основывался на том, что мы еще ни разу их не проводили, можно было сглавить. Трудно сказать. Недооценил я подлость местной конкуренции. Понимаете? Вот. То есть, если сравнить даже с Израилем, где я раньше вел курсы, на Западе конкуренция оказалась вообще беспредельщики. Им пофиг все. То есть, врать, обливать грязью. Ну, вот как у них эти... Марк Твен описывает эти выборы, когда кандидаты друг друга настолько обливают грязью, что так же у них и с этим совершенно полный беспредел. А в Израиле в течение многих-многих лет, вот такая же книжка у меня здесь нету, красненькая, еврит, медицинский. Действительно. Но там вот как раз мы сначала начали потихоньку курсы, уже зарекомендовали себя, а потом сделали такую мощную акцию. И в течение многих-многих лет были такие курсы. Какой еще пример? Да практически любые виды бизнеса у меня связаны с чем-то, что делается бесплатно и для каких-то... Вот, для привлечения внимания. У меня вопрос еще один к вам есть. Вы сказали, что когда ввозили литературу свою в Канаду, нужно было платить налоги. Так вот, что насчет налоговых льгот, связанных с благотворительностью? А, ну там другие налоги были. Там были... Просто у меня слово налог? Насчет налоги, да. Ну, конечно. У нас, допустим, очень значительные льготы. То есть, когда вы тратите деньги на благотворительность, то вы с этих денег не платите налоги. Но это надо тонко советоваться с бухгалтерами, чтобы это все правильно проходило. Потому что, допустим, вот у меня был приют, я собирал пожертвования и прочее, но все это не оформлял. Вот. Если бы это все было абсолютно правильно оформлено, то, скорее всего, никаких претензий бы ко мне не было. А я, естественно, это все не оформлял. Ну, знаете, как-то в церкви, когда тебе жертвуют, и ты отдаешь деньги какому-нибудь наркоману, потому что ему хочется кушать, или покупаешь ему еду, или пускаешь это, ты с него не будешь брать расписки. получил 25 долларов на бутерброд, там, или еще чего-нибудь. Вот. То есть это, конечно, задним числом уже как благотворительность никто засчитывать не стал. Но это известный факт, что существуют налоговые льготы, но верняка во многих государствах это так. Да. А вот, допустим, насчет вашего мнения, как благотворительность влияет на имидж? Как раз-таки наша тема. Ну вот. Надо тонко быть, потому что можно и испортить имидж. Вот смотрите, прекрасный пример испорченного имиджа это Билл Гейтс. То есть его уже поставили наряду там с Антихристом, который всех чипирует, который знал заранее про вирус. Я, кстати, не хочу ни отрицать, ни подтверждать этого, но совершенно явно, что он испортил свою репутацию абсолютно, при том, что он вкладывал миллиарды помощи в Африке, его фонд Билл и Мелинда Гейтс. Ну, скорее всего, он, во-первых, трепался слишком много, даже если бы действительно у него были такие всякие намерения, зачем ему было о них... Говорить. Говорить, да. То есть, может быть, отчасти это какие-то совпадения, может еще что-то, но во всяком случае, вот именно его эта деятельность, если бы он просто тихо сидел и держал свои миллиарды, никому не давая копейки, то у него не было такого репутационного шока, как от его, по сути дела, вот раздача этих миллиардов, миллиардов долларов, и очень значительных. Вот. Это пример, когда благотворительность в огромном масштабе принесла ужасные репутационные последствия. Не знаю, насколько это повлияло на его бизнес, он, в принципе, отошел уже от непосредственного руководства Microsoft, более или менее, точнее, его выдавили оттуда. Да, ну и точно так же, как мы говорили, то есть, если будет замечен какое-нибудь подозрение, что вы примазываетесь к чему-то благородному и обманываете людей, забирая деньги под благородную цель, а сами их кладете себе в карман или прочие вещи, то, безусловно, это принесет больше вреда, чем пользы. Но если вы делаете нечто, это, что вообще невозможно представить, чтобы вы имели какую-то от этого пользу. Ну, допустим, как мы проводили бесплатные курсы. Ну, в чем нас можно было обвинить? Ну, да, мы хотим записать на платные. Ну, скольким людям мы помогли реально научиться терминологии и так далее. Это маркетинговый ход, это нормально. С помощью бесплатного продвигать платные. Во-первых, это очень, да, да, то есть это очень оживляет. Во-первых, у вас появляются клиентские датабазы. Вы же, когда их зарегистрировали, это, получается, у вас все эти врачи-медсестры, у вас уже они записаны. Ну, тогда еще была эра до таких интернетов и особого пользования этих... Это были конец 90-х еще. Ну, уже начинали пользоваться, но еще не в такой большой мере, как сейчас. А, ну, у нас другое было. Вот вспомнил, я издавал бесплатный журнал «Медицинское ревью», и мы его бесплатно рассылали по всем тем, кто подписывался. Кстати, с этого мы и начали в Канаде. Когда мы решали, куда расширять наши курсы из Израиля в США или в Канаду, я дал объявление о бесплатной подписке на медицинский журнал в Торонто и в Нью-Йорке. В Нью-Йорке нам позвонили пять человек, а в Торонто позвонили 400 и подписались. И да, вот это тоже было... Но только тут тоже как бы все по уму делалось, чтобы все-таки не вылететь совсем в трубу, потому что печатать журнал с цветной обложкой – это не дешево. А еще потом его рассылать по всему миру – это совсем не дешево. Но мы обратились, уже имея там 10 тысяч подписчиков, обратились к фармакологическим компаниям и сказали им, а вы приходите на наши бесплатные курсы и вот этого медицинского английского, и рассказывайте о ваших препаратах, там сотни врачей сидят, а у них проблема пробиться к врачам. И все в пользе получились. Они начали это делать, стали приносить, как они любят, там всякие закуски, подарки. Нашим этим, которые на курсах учатся... Да, мы говорим, они говорят, что у них еще нет лицензии, они говорят, да, но они сейчас пойдут сдадут лицензию, и представьте, сколько у вас врачей будет знакомы с вашим препаратом. И крупные компании пошли на это. Тем более, что согласования-то особого не надо, потому что у них куча агентов, которые ходят по врачам. А так этот агент идет сразу в целый класс, где сидит 30 врачей, делает свою презентацию, приносит им какое-то угощение, какие-то подарки. И получается, что он уже 30-рым, я не знаю, как они там отчитываются, вот, но после этого очень довольны, их проводили в кабинет и показывали журнал, и говорили, вот, почему бы вам не дать рекламу в этот журнал? Вот. И она пойдет не к 30, а у нас была распечатка, такая здоровенная книга всех подписчиков, о 10 тысячах. То есть тоже здесь психологически, можно сказать 10 тысяч, можно сказать 100 тысяч, можно сказать миллион. А вот когда ты даешь ему в руки конкретную книгу, где конкретно можно увидеть каждого из подписчиков 10 тысяч, и мы заполучили рекламу на цветные страницы рекламы. Вот. Но тоже хитро. Никто не давал рекламу, пока не увидел рекламу. Поэтому мы напечатали несколько страниц цветной рекламы бесплатно. И вот когда они увидели, что другие дают цветную рекламу, они стали давать цветную рекламу. И в определенные моменты вся эта система окупалась на достаточно высоком уровне. Страница стоила 1000 долларов цветной рекламы. Издание такого количества стоило 8 тысяч долларов. И там было 8 цветных страниц рекламы. Ну, во-первых, журнал вырос, стал красивым, солидным, очень красивой рекламы. Да, у меня не было дохода. Но и не было особых потерь. Но зато я охватывал огромную аудиторию. Конечно, это было гораздо тяжелее, чем сейчас, когда все виртуально и не стоит так дорого. Но, с другой стороны, тогда информации было настолько меньше, чем сейчас, что получение вот такого журнала, а причем он издавался и на русском, и на английском языках, это было событие для врачей. Плюс мы там публиковали различные интересные материалы и исследования, некоторые, которые мы сами проводили. Вот. И принимали для публикации. Им, кстати, очень важно, когда у них есть публикации. То есть, появилось еще и это. Вот. То есть, в принципе, вот такие вот системы. Когда, смотрите, с точки зрения человека стороннего, он получает бесплатный курс, получает бесплатный учебник в подарок. К нему приходят из фармацевтических компаний, бесплатно рассказывают о новых препаратах, и угощают вкусной китайской едой, дают какие-то ручки, еще чего-то. Плюс его подписывают на журналы, когда он, даже если не запишется на наши курсы, уходит в свободное плавание, он продолжает каждый месяц получать от нас напоминания. Так вот, скажите, на какие курсы он пойдет? Вот на такие или какие-то там левые, которые ничего этого не дают? Плюс еще наш курс давал до успешной сдачи все повторные курсы бесплатно. Понимаете? То есть, вот эта вот движуха, этот шум, и то, что ты вместо здрасте делаешь что-то ценное и хорошее, причем не что-то, что тебе не нужно. Вон, возьмите опилок, там, наберите снегу или это. А ты как бы вот даешь бесплатно, по сути дела, лучше. Так, чтобы показать свое качество, заявить о себе как... Смотрите ведь, как тот же Билл Гейтс. Сначала, правдами-неправдами, весь мир бесплатно скачал у него эти программы и подсел на них, правильно? А потом уже они стали закручивать гайки, и сейчас мы все практически за них платим, потому что это стало не так трудно. Покупаешь новый компьютер, делаешь подписку на их продукты, там, раз в год они снимают, там, около 100 долларов у нас. И получается, что кучу-кучу людей платят. Я не знаю, как в России, пиратские программы и прочее, я не знаю, как это сейчас обстоит. Ну, то есть, тот же принцип. Сначала дать что-то бесплатно, подсадить, и потом за счет огромной массы монетизировать. Или вот такие компании, как Facebook, долгое время не приносили никакого дохода. Их монетизировали сравнительно недавно. Да, сейчас Facebook относится и к WhatsApp, и к Instagram, и к Facebook везде. Ну, да, то есть, когда они ввели вот эту рекламную составляющую, и то, что, как они говорят, что они продают наши данные, там, потенциальным этим бизнесменам. Вот, ну, так, если говорить на уровне небольшого бизнеса, об этом всегда надо думать. Если я консультирую какой-то бизнес, и его проблема как раз заключается в его непопулярности, в том, что у него нет причины то о себе заявить каким-то образом, то я пытаюсь построить таким путем, чтобы вот именно движение потенциальных клиентов и их общение с этим бизнесом приобретало массовый характер. Что касается, допустим, ну, вот вы спросите, наверное, любой ли бизнес можно таким образом. Ну, практически, да. А нужно ли? Некоторые, в общем, не нужно. И так у них хорошо идет. Но если есть такая необходимость привлечь какое-то внимание, ну, вот даже один из моих бизнесов занимается инфраструктурой парковок. Ну, казалось бы, ну, что можно сделать с парковками и благотворительностью. А вот и скрутился. Как что вы сделали? Как вы связали? А я связал, что frontline workers, такие как поликлиники, клиники медицинские, похоронные дома, к сожалению, мы делаем с очень значительной скидкой. и это помогало получить очень много клиентов такого типа. Плюс давало информационный повод к ним обратиться. Когда вы просто лезете по тем спискам клиентов и пишете, мы хотим вам там сделать какие-то сервисы, их это не раздражает, потому что сервисы нормальные, нужны, но они особо не реагируют. А когда вы пишете, что вот есть определенная во времени акция, связанная с ковидом, то, что frontline workers, то есть те, кто занимается на первой линии рискуя собой там и прочее, остается открытым и должен функционировать, тем мы делаем там с большой скидкой или делаем что-то бесплатно, или делаем еще что-то. И это очень хороший информационный повод. То есть вот даже для таких... Дальше, церкви. Допустим, вы обращаетесь, у всех церквей есть парковки. Ну, трудно себе представить церковь без парковки, где люди будут у нас здесь, в Канаде, ставить машины. Может, конечно, это смешно звучит по России, но, наверное, в России тоже есть всегда этот двор, где они... А если есть парковки, надо рисовать линии, у них портится асфальт и так далее. А я, поскольку занимался этими вещами раньше, церковными, хорошо понимаю, как у них устроено, то есть, в принципе, вы можете обратиться к любой церкви и сказать, смотрите, мы вам дадим хорошую цену и поможем собрать деньги на реставрацию вашего асфальта и так далее. Потому что у нас есть еще датабаза определенных верующих, которые могут вас поддержать. Вот. То есть, самые различные вещи могут быть использованы именно как фактор утекающей возможности, фактор того, что мы предлагаем какие-то особые условия, но лучше всего предлагать нечто бесплатно, но в этой области как бы бесплатно, когда это B2B, то есть, от бизнеса к бизнесу, бесплатно не очень действует. Очень часто принимают решения люди, которые не свои деньги платят. Это менеджеры среднего звена, им не надо бесплатно. Им надо, чтобы было хорошо и чтобы было ниже, у других, кто предлагает эти сервисы. А для частных лиц иногда, да, это действует бесплатно. То есть, вот, когда необходимо создать интерес, информационный повод, плюс это очень приятно дарить свои эти самые там. Вот, если вы делаете что-то вкусное, сделать дегустационный какой-то вечер, а лучше связать себя с тем местом, где уже что-то проводится практически, все будут рады вас туда пригласить. А чтобы окупить красиво оформленную корзинку или чашку и написать, пожалуйста, если вам понравилось то, что мы делаем, бросьте туда монетки. До удивительности набросают. Может окупиться, может не окупиться, может даже больше даст, но набросать набросают. Кстати, вот насчет этого чувства благодарности была такая сеть кафе, я не знаю, что с ними стало, правда, она была устроена так, каждый оставлял столько, сколько хочет. Можно было съесть без склада. Что? Это в Канаде? В Северной Америке было, да. То есть ты заходишь, там стоят цены, ты берешь все, что хочешь, кладешь все, что хочешь и уходишь. И вот, ну, как бы цены написаны. И вот, когда они делают как бы подсчет, получается, что им выплачивают от 90 до 95 процентов того, сколько это стоит, сколько они назначили по цене. То есть что происходит? Один, скажем, пришел, там какой-то бедный студент, написано, его ланч будет 20 долларов, он там 5 долларов положил. Другой пришел, там 10 положил. Скажем, 40 процентов пришли и положили ровно столько, сколько там стоит. Потому что чего-нибудь. а кто-то пришел и сотню положил. Есть такие. Вот. И в конечном итоге оно все уравновешивается и получается. Но движуху они такой рекламой создали, естественно, очень большую. Проходная способность у них была огромная. И привлекательность пойти туда была выше, чем, скажем, куда-то еще. И я не помню, что с ними стало, но я об этом читал, и мне эта идея очень понравилась. Когда до того, как мы полностью перешли к приюту, у нас была смешанная церковь и возможность приезжать отдыхать, и точно так же строилось. Что хочешь оставляешь, что хочешь ешь, сколько хочешь живешь, и все сходилось так, что это было как бы, ну, жили мы так одно время. В какие-то моменты это было вообще удивительно, то есть очень много приезжало, у нас тогда было два дома, и в какие-то выходные приезжало 25 человек, и оставляли до двух, двух с половиной тысяч долларов. Ну, естественно, чтобы принять 25 человек, их всех накормить, напоить, и все такое, тоже много уходило. Но это было значительно, плюс мы читали лекции, рассказывали про свою деятельность, и и все такое. То есть, да, такие вещи делаются, такие вещи делаются, и даже смешно, что в этом тоже бывает конкуренция. Глядя, мне кажется, глядя на нас, какие-то другие организации стали делать похожие вещи, то есть приезжайте к нам сюда, приезжайте к нам туда, вот. Ну, вот, собственно, да-да. Какие препятствия возникают у тех, кто пытается привязать бизнес к удовлетворительности? Было ли это у вас? Ну, да, конечно, препятствия возникают, во-первых, это очень не нравится конкуренту. Если себе представить, что вы взяли и стали делать что-то бесплатное, а это что-то бесплатное является, скажем, единственной статьей дохода каких-то бизнеса, то это их выводит из себя очень серьезно. Потому что это вообще напоминает такой демпинг, который жестоко проводили в истории бизнеса. Допустим, у вас 10 переправ, вы хотите на одно из переправ вытеснить конкурента. Вы делаете эту переправу бесплатно. Это всего лишь потеря 10% вашего дохода, но ваш конкурент пропадает, потому что он не может делать переправу бесплатно, у него она единственная. Авиакомпании, British Airways и местные компании. British Airways объявляют все местные полеты будут 50 долларов, а они получают за счет международных полетов, а местные компании не могут быть рентабельными за такие маленькие деньги. Amazon нет проблем возвращать все, что вы заказали. Конкурирующие цены очень. То есть тут же убиваются все, даже ваша какая-то там какой-то магазин или лавочка рядом, но они ничего не могут сделать против этого. Вы не пойдете к ним, вы закажете. Вот ближайший пример. Молодой человек попросил заказать витамины, я зашла на Amazon, их ценник было 4 или 5 долларов. Я думаю, чтобы не ждать, зайду в тот же самый шоперс, аптека, для тех, кто не знает. Там гораздо дороже. 11 долларов. Ну, понятное дело, мне проще заказать за 4, я закажу на сколько, 7, я закажу что-нибудь еще себе по мелочи, мне это придет завтра, то есть мне один день. Да, да, и Prime, у нас у Amazon есть, ты как бы становишься его подписчиком, я не помню, какие они деньги за это снимают, но за это ты получаешь доступ к их фильмам, видео типа Netflix, только у них. И доставка. За это получается вся доставка бесплатна, потому что как бы единственное, что останавливает заказать по почте, а не пойти купить магазин, это цена доставки. А если вся доставка бесплатна, все, тогда она очень быстрая. Она очень быстрая, она очень быстрая, буквально на следующий день, и если вам не нравится, немедленно вы там распечатываете, наклеиваете, сбрасываете, вам отдают деньги. Вот, конечно, такой Амазон, он убивает кучу-кучу бизнесов, которые не могут себе позволить эти вещи. В Walmart у нас есть вот эти вот магазины, но они как сказать, чтобы русским зрителям было понятно. И продукты, и техники. Да, но они все продают, что только можно продавать, очень крупные. Как только они попадают, начинают в каком-то городе строиться, только они открываются. У нас есть на центральных улицах маленьких городов очень много магазинчика. Только появляется Walmart, центральная улица опустевает. То есть все разоряются. Потому что приехать в Walmart и все взять гораздо легче, чем там и дороже, и выбор хуже, и парковаться негде. Даже в маленьком городке на центральной улице там тяжело парковаться. У этих огромные парковки. Вот. Есть еще такие рыбы прилипалы. Знаете, как у акул всегда есть мелкая рыбка, прилипает и ест то, что... Walmart у нас объединился с McDonald's. И почти у всех Walmart'ов внутри есть McDonald's. Да, я не знала. Мы в Walmart'е просто редко делаем шопинг? Это в маленьких городах. В маленьких городах, где это имеет значение. Потому что в больших у вас буквально нет смысла видимо их объединять. Но то, что по всей стране и то, что удивляет приезжих, и то, что, кстати, принято не только у нас, но и в Англии, допустим, меня тоже поразило. Аптеки, определенная сеть аптек связана с почтой. Причем некоторые имеют отделение почты, а некоторые не имеют отделение. Впервые я это встретил в Англии, когда я был на почте. Нет, я искал почту, и меня послали в аптеку. И я довольно раздражался, а потом где-то в углу, в самом конце этой аптеки нашлась почта. Они специально ее делают как можно более глубоко, чтобы человек обязательно прошел мимо всех полок, даже если он просто пришел на почту. У нас это называется, допустим, шопперс драгмарк. Но здесь даже не только аптека и почта. Продается вся косметика, продукты. да, но об этом мы, кстати, еще читали, когда в советское время, что в Америке в аптеке можно покушать. Вот это удивляло всех. Ну, сейчас как бы особо покушать нельзя, но купить еду базисно. И иногда они устраивают какие-то очень привлекательные, ну, с ограничением, как в советское время, не более двух пакетов яиц, но по такой низкой цене. А хочешь больше, то уже по обычной цене и так далее. И даже когда у меня был приют и у нас не было средств, то я набрал всех своих жителей приюта 5-6, и мы брали у них эти яйца по дешевой цене на всех. Понимаете? То есть вот даже такие смешные вещи. Да. Да. Интересно. Но в принципе это очень иногда может быть решающим фактором. Поэтому когда вы начинаете какой-то бизнес или ведете уже существующий бизнес, подумайте, что можно сделать бесплатно и не привязывать к покупке основного товара, но так, чтобы с вами познакомилось максимальное число людей. Вот даже я сейчас говорю, допустим, и думаю, а действительно, вот у меня есть инструмент, этот Zoom, да, я за него плачу, он платный, профессиональный, и он разрешает до 100 участников одновременно. Чего бы мне какие-нибудь вебинары не проводить на какие-нибудь темы, которые на тот же бизнес. Я могу проводить вебинары на бизнес, а из числа этих людей кто-то станет моим бизнес-клиентом или бизнес-партнером, то есть я смогу перезнакомиться с кучей народа. Единственное, что здесь может встать вопрос, что мы все сами умны, чем мы к тебе будем ходить, да, а тут надо придумать, что особенного ты можешь предложить в методиках или в каких-то других делах. Даже вот эти беседы, что мы проводим, они ведь тоже бесплатные, я даю много полезных советов, которые реально можно применить, рассказываю какие-то вещи из опыта. Допустим, объединение сережек и помощи кошечкам, идея блестящая, и ее можно осуществить не только на сережках, а на любых этих рукоделиях. Кошечки сочетаются практически совсем, наверное, и с шоколадом, и с мылом, ну, я не имею в виду, там, знаете ли, как злые шутки, там, пустить на мыло, что-то такое. Даже мыслей такой не было. Нет, нет, конечно, нет. Вот, тоже, значит, тратим деньги, мы выставляем эти видео. Ну, мне больше всего нравится в том, что я делаю эти видео, что я сам в течение разговора упорядочиваю свой опыт и нахожу какие-то новые интересные идеи, мне самому доставляет удовольствие делиться своим опытом. Мне кажется, это важно, это интересно, и я с удовольствием приглашаю всех, кто может и хочет поделиться своим опытом, не обязательно только на эту тему, а на любую тему. Вот, что тоже в наше тяжелое время позволяет людям лучше быть постоянно в связи. Вот, в чем у нас проблема? мне кажется, в бизнесах. То, что вот процент успешной коммуникации между продавцом и покупателем очень низкий. Если бы он был достаточно высокий, мы бы все процветали. Понимаете? Вот, допустим, если бы на ваше обращение у вас максимум пять тысяч друзей в Фейсбуке, на ваш скажем, у вас уже набрано столько друзей, и вы что-то обращаетесь, и если бы реально какой-то процент этих людей реально бы входил с вами, то, за что я всегда рад, если у вас в вашем окружении вам что-то предлагают, и это не стоит слишком дорого, поддержите, и будете поддержаны. Вы предложите и вас поддержите. Вот именно вот эта неспособность реагировать позитивно на предложения, по сути дела, губит любые начинания. И надо вырабатывать, кстати, это не моя идея, когда были взрывы, когда был September 11, да, вот эти рухнули самолетами небоскребы, была такая политика покупать все американское, то есть buy American, у них был кризис и так далее, то есть есть такой смысл, что нужно поддерживать начинание друг друга, вот даже в таких вот узких общинах, которые образуются у нас в виде подписчиков, это ведь люди, которых мы видим их ленты, мы смеемся их шуткам, если кто-то из них просит о помощи, мы часто имеем возможность им помочь, но когда они имеют какие-то начинания, кто-то устраивает какие-то вещи, надо максимально пытаться им помогать, потому что часто это практически автоматически вам вернется, потому что они тоже не глупые, они понимают, что если вы их поддержали тут, поддержали там, когда вы захотите что-то сделать, то это вернется вам, то есть они тоже вас поддержат, они тоже купят то, что предлагают скорее всего, и это обязательно нужно делать, потому что нет ничего более разочаровывающего, когда вы вложили свой талант, свои силы, свои деньги, сделали что-то интересное, вышли с каким-то предложением, у вас ни одного лайка и ни одного обращения, но вы поставили какую-нибудь фотографию своей кошечке, и у вас 150 лайков и 20 комментариев, это такое оставляет чувство неприятное, ну что вам, трудно что-ли, поддержать друг друга, когда вы выйдете с каким-то предложением, мы вас поддержим, вот это вот, и это тоже средство от глобальных вот этих компаний, которые сосут из нас деньги, ну почему мы должны давать Фейсбуку за рекламу, который, кстати, ни черта не работает, когда у нас у самих уже накоплено достаточное число друзей, почему мы должны платить за объявления в Google, которые тоже нас мошеннически раскручивают на деньги и не дают толку, когда опять же у нас огромная масса знакомых людей в разных соцсетчах и очень слабо реагирует на наши же предложения. Вот я призываю к тому, чтобы мы реагировали более активно, имея это в виду. Еще что-то? Все? Все. Спасибо. То есть в принципе запомним, что это очень важный инструмент, он подходит почти к любым активности, и если у вас не хватает идей, то мы можем обсудить со мной, я даю бесплатные консультации по бизнесу, между прочим, вот вам еще один пример, я действительно консультирую бесплатно, а почему? Ну, потому что в результате этого либо я начинаю с вами работать, либо возникают какие-то вещи, которые уже не могу сделать бесплатным, потому что они более сложные, более глубокие, из этого вырастают бизнес-партнерства, которые у клиентов увеличивают обороты в три раза, вот как за последние годы компания, человек пришел ко мне проконсультироваться, мы с ним работали в три года, и факт остается фактом, он пришел, у него был оборот 250, а сейчас у него оборот 600, то есть я не могу сказать, что это я все сделал, тоже его бизнес и прочее, но произошли важные структурные изменения, как он делает бизнес, как, то есть я очень много вложил тоже каких-то своих вещей, вот, и да, вот тоже благотворительность, пожалуйста, бесплатные обращения, с удовольствием всех проконсультирую, у меня есть линия, открытая линия доверия, там собраны специалисты, с которыми тоже есть согласие, что они по этой линии дадут сервисы бесплатно, хотя бы первый раз, это и консультация юриста, это и психологи, там конкретные люди, прямо видно, кто там, и миграционные специалисты, и так далее, и так далее, то есть я даже сейчас все и не упомню, что мы делаем именно в этом направлении. Окей? Спасибо и до новых встреч. Спасибо вам. Спасибо. субтитры и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok